Добрейшего времени суток, сегодня среда, и мы с Полиной идем на рынок Соконкен. Она не очень любит эту экскурсию, но, видимо, ей надо. Что-то в лесу сдохла, если Полина иду. Цены вам сразу сейчас скину, сразу вам показываю цены, чтобы потом не озвучить. Вот три, пять, их депенденты, как это называется, уже как получится. Что здесь? Давайте. Вот и зелёный, кстати. Который в Мерсу, в Мерсу. Который в Мерсу. Я набрала токовый, я наверное брать её не буду, слишком она уже такая символистическая, символическая. Ноткейс, не знаю, вот такая вот мне нравится, просто ветровка, посмотрю, подумаю. Так, вот это кавы, ну это по-моему, пульс, да. Мне очень нравится эта юбка Армане, красивая, но она очень маленькая. Так как при Тивари, для года это немного, себе не оставишь, а перепродать дорого. Так что идём дальше. Вот здесь маленькая, что это, платье. Так, юбка, я люблю им. Я не люблю такие юбки. Это что-то, видишь? Бизара. Платье, что ли? Да, похоже на платье. Шикарная юбка Мерцис, но маленькая. Так, это Армане, я взяла кубоку, не знаю, сейчас спрошу сколько она стоит. Просто чёрная с таким сердцем Армане, эмпорио. И вот такой плащ Сандро, но он не знаю, пальто, плащ, как его назвать. Сейчас померяем. Сегодня много сумок, но не очень хорошего качества. Дешёвые такие, и уже заношенные, старые. Бывает, конечно, и на старуху проруха, что можно найти что-то такое. Но очень-очень редко. Сейчас просмотрим. Пороемся. Ну это косметичка такая дорожная, кстати. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да. Бенефит. Что хотите? Майка грустная. Майка грустная? Ну вот такой замученный. Хотя... Майка грустная. Майка грустная. Ну вот здесь мать грусти. Платье маленького размера и очень тяжелое. Так, ну быстро покажу, что тут есть, вот такая вот есть мастерка Ну, конечно, что-то у меня сомнения берут, что она настоящая, хотя, не знаю, так, дальше вот эта мастерка, он сказал восемь сангучи, вот этот пуховик сто пятьдесят, вот не знаю, мне нравится. Что? Ну тоже, не оцененный товар. Еще раз всем здравствуйте, давайте продолжим о покупках секонд-хенда, что я купила, что мне удалось найти. В этот раз, знаете, по-моему, это были покупки за две недели, возле меня моя Цуми, несменно никуда не двигается, давно мы с вами не виделись так тет-а-тет, давайте начнем. Что я нашла? Нашла юбку шерстяную фирмы Валентина, ну, конечно же, потому что Валентина я взяла. Ну и вообще-то мой размер, она ярко-красная сейчас, красный цвет в тренде. Это обычная классическая юбка, ниже колена, юбка-карандаш, вот такая вот огромная сорок восьмого размера юбочка, шерстяная. Немножечко, видите, после стирки выделилась подкладка, но я, конечно, немножечко ее подошью, мне не нравится этот момент, не люблю я такое, когда вытягивается. Я ее постирала, погладила, но вот, видите, немножечко она уже помялась. Это винтажная юбка Валентина, я ее купила всего лишь, по-моему, за 15 евро. Сначала думала продать, потом, ну, ладно, оставлю себе. И вот, бирочка с составом, стопроцентная шерсть. Вы знаете, я даже знаю, с чем я ее уже буду носить, она прекрасно вписывается в мой гардероб. Отличная юбка, в замечательном состоянии. И у нее, знаете, такая структура, вот, интересно, видите, как немножечко пупыристое, но, к сожалению, наверное, камера не передаст. Вот, качество юбки. Вот такая юбочка Валентина, ярко-красного цвета. Далее. Далее было платье. Полине в последнее время совсем, вот, совсем везет, знаете, на платье, на всякие покупки. Я ей опять купила два платья, но одно ей не подошло по размеру, великовата, я его продаю. А второе все-таки оставили ей. Это платье фирмы Сандро. Шикарное платье, в идеальном состоянии. Смотрите, какая красота. Вот такие, на таких тоненьких лямочках. Манжеты, рукава на резинках, спущенные рукавчики. Здесь вот такие завязочки по краям. И, кстати, у него, оно разной длины. Спереди короче, сзади длиннее. И есть еще поясочек. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, такая прям, такое платье нарядное. Не знаю, как сказать, такой балерин. Как балеринка розовая. Оно в мелкую такую полосочку, вот, видите. Платье в состоянии новом. Как видите, внутри прям замечательное. Сейчас я вам покажу дырочку состава. Если надо, увидите, как она красиво сделана внутри. Вот такая вот, я не знаю, каемочка. Она держит, я так понимаю, под грудь. Хотя это маленький размер, всего лишь эска. Но, тем не менее. Сейчас я вам повторюсь на эту дырочку. Ну, это хлопок, да. Размер двоечка. И состав, состав на китайском. Вот такое вот платье с одной. Шикарное платье, считаю, мне повезло. Полине очень в нем хорошо идет. Она такая прям нежная девочка в нем. Красота. Двигаемся дальше. Далее мы с мамой нашли джемперочек. Сначала я думала взять Денису. Потом мама решила все-таки оставить его себе. Но мы еще не решили, на кого он будет. На маму или на Дениса. Это фирма Беккенберг. Шерстяной вот такой вот свитер. Обычный совершенно. Нет, он не обычный. У него есть структурный рисунок. По всему свитеру написано Беккенберг. Вот такими вот странными, видите, буквами. Просто на камеру вам, наверное, будет не видно. Я сейчас постараюсь показать. Но вряд ли. Не очень видно. Видно, что он немножко мятый. Это стопроцентная шерсть, темно-синего цвета. Свитер нам обошелся в районе 5 евро. Вот такой вот джемпер. Далее. Следующее, я еще раз повторюсь, было платье. Платье фирмы Луи Джо. Я брала Полине. Думала, оно такое нарядное. Знаете, с рюшами. Такое красивое, вечернее. Но, к сожалению, платье оказалось на Полину большим. Это размер М. Больше подошло бы мне, если бы я похудела чуть-чуть. Но немножко не мой фасон. Вот такое вот платье. Красивое в цветочек. Вот с такой рюшей на груди. Здесь достаточно прозрачный рукав. Если все платье идет на подкладке, то рукава здесь прозрачные. Платье чуть-чуть ниже колена. И снизу вот тоже такие вот рюши. Знаете, как а-ля цыганский вариант. Симпатичное платье. В идеальном состоянии. Я его уже выставила на продажу. Посмотрим, как его будут покупать. Пока стоит. Кстати, в этот раз я купила тоже пояс, по-моему, ремень. Если я уже говорила, вот это или в прошлый раз фирмы Сандро. Фирма Сандро, такого красивого серого цвета машиного. Он был, ремень достаточно был толстый по спине. Ну, знаете, как типа корсета. А спирт чуть тоньше. Но его буквально сразу забрали. Я его выставила на прошлой неделе, купила. И буквально через два дня его купили, забрали. Я купила ремень, по-моему, за 2 евро. А продала его за 28. Ну, потому что фирма Сандро достаточно приличная фирма. Достаточно дорогая, качественная. Ну, и популярная в данный момент. Так что, вот такие вот дела. И последняя на сегодня кофта. Не могу сказать, что это супер кофта. Ну, не знаю, мне чем тогда приглянулось. Она стоила, по-моему, всего лишь 50 центов. Мне показалось, она не немножечко необычной. Вот такая вот здесь мадам в шляпе, в очках, с красными губами. Видите, с галстуком. И кофта комбинированная. Она, в принципе, синтетическая. Такой, знаете, трикотаж. А сзади у нее есть вот такие вот две вставочки. По спине и по бокам. Вот здесь. И вот такая вот вставка по спине. Рукава обычные, трикотажные. Это фирма Ferranti. Я ее не знаю. Но, в принципе, она имеет место быть. Существует. Это средний ценовой сегмент. Неплохого качества, в общем-то. Вот такая вот кофта. В общем-то, это все покупки мои были. К сожалению, сейчас идет межсезонье. Как мой муж говорит, подожди до октября. Что-то появится. Появился уже кашемир по 20 евро. Ну, знаете, ну, какой-то он совсем не кашемеристый. Есть и дырки, есть и потертости. И совсем не очень. Я жду, когда будут такие заводы. Знаете, как основные. Когда много разных свитеров. И тогда уже там попадается хорошая мериносовая шерсть. Там с ангорой. Всякие смесовые составы. Но шерстяные. Ангору, да. Ой, ангору, господи. Кашемир я люблю. Ну, его, наверное, любят все. Но, тем не менее, кашемир пока остается оставлять, желать лучшего. Также очень мало курточек осенних. Спортивная одежда попадается. Но, знаете, сейчас вот такой период. Конец сентября, начало октября. Будут завозить всякий мусор. Знаете, вот, чтобы покупали. Чтобы вот это как-то разбирали. Но пока ничего конкретного, хорошего, интересного я не нахожу. Но вот то, что нахожу, показываю вам. В общем-то, на этом все. Всем удачи. Хорошее настроение. До новых встреч. Пока. Пока.